Астанинский форум Экономический деловой потенциал Астане открывает значительные перспективы для инвестиций и цель проведения форума – продвижение бренда столицы, как устремленного в будущее интенсивно развивающегося и высокотехнологичного города мира. В работе форума приняли участие свыше 500 отечественных и зарубежных инвесторов, организаторы мероприятия – Акимат города. Форум открыл премьер-министр Сергей Кахметов. В приветственном слове он подчеркнул, что столице нужны современные технологии. Мы открыты и готовы рассмотреть любые деловые инициативы и предложения со стороны бизнес-сообщества. Говоря о перспективных развитиях Астаны, хотел бы отметить, что Астана формируется по концепции города будущего, основанная на умных решениях и смарт-технологиях. Модератор официального открытия форума Ульф Вакурко, глава представительства Deutsche Bank в Казахстане. Господин Вакурко не скрыл своего удивления по поводу бурного развития Астаны, как города живущего энергией будущего, и пригласил к трибуне и Манголита Смагомбетова. Мы преследуем конкретную цель создания принципиально нового инновационного города с чистой экологией и высокими стандартами качества жизни. Для этого уже разработан ряд программных проектов, выступающих достаточно прибыльной инвестиционной площадкой. Это Астана Грин Сити, проект, предполагающий столице решения в области энергетической эффективности и возобновляемых источников энергии. Астана Мобилити, проект, направленный на обновление и улучшение качества транспортной инфраструктуры и логистики города. Акиму столице предстоит воплотить амбициозные проекты к международной выставке Экспо-2017. Главный гость инвестиционного форума – министр внешней торговли Франции, госпожа Николь Брик. Франция провела уже 17 международных выставок Экспо. Ее опыт весьма полезен Казахстану. Астанинский инвестиционный форум – это площадка для открытого диалога бизнес-сообщества и представителей государственных органов. Это привлечение инвестиций в инновационную экономику. Модератор Ульфа Курка представил тему первого заседания. Каким видится Астана в глазах иностранных экспертов, политиков и экономистов. И здесь важно правильно подать столицу в информационном пространстве, как современного умного города. Кстати, Астана в этом году использовала этот информационный повод и показала, как грамотно использовать вот эти возможности. И себя она рекламировала во время доводского форума. Роберт Абдулин поделился своими аналитическими исследованиями об уровнях жизни в таких крупных мегаполисах мира, как Москва, Киев, Астана, Минск, Баку, Лондон, Берлин, Париж, Вашингтон, Нью-Йорк и Пекин. В основу исследования были взяты такие критерии, как образование, здравоохранение, объем ВВП на душу населения. Эти и другие факторы позволили Всемирной организации ООК сформировать итоговый рейтинг. Астана совсем немного уступает Берлину. И наш вывод, что это беспрецедентный прорыв для такого молодого и очень перспективного города. Следует отметить, что рациональная и взвешенная экономическая и инвестиционная политика позволяет Казахстану с каждым годом занимать все лучшие позиции по многим показателям. Наблюдаемая системная положительная тенденция в последующие годы позволит Астане подниматься на более высокие ступени в подобных рейтингах. В настоящее время Астана значительно обгоняет Баку, Минск и Пекин. Эксперт форума Хазел Галял поддержал идею проведения Экспо и, по его мнению, надо использовать опыт других стран по проведению выставки. И Экспо – это тоже является возможностью для того, чтобы улучшить не только количество бизнес-туристов, но и вообще в целом туристов, которые будут приезжать больше и больше в ваш город. Генеральный директор ТОИЦ Казахстан Сильверо Деланэ хорошо знаком казахстанским деловым кругам. Он участвовал в презентации в Астане первых двух вертолетов, собранных на совместном предприятии Франции и Казахстана. Как заявил господин Сильверо Деланэ, в Астане строится завод по производству вертолетов Е-145 и Центр обучения летного и технического состава для региональных нужд Казахстана и Центральной Азии. Также компания сотрудничает с Национальным космическим агентством «Коскосмос». В сфере эксплуатации спутника дистанционного зондирования Земли господин Деланэ подтвердил, что французские партнеры помогают близ Астаны в создании наземной инфраструктуры для наблюдения за спутником. Запуск аппарата планируется в 2014 году. Инвестиционный форум – это прежде всего презентация Астаны. В городе работает специальная экономическая зона для создания благоприятных условий для инвесторов. Во время второго пленарного заседания форума была представлена полная информация об инвестиционных проектах и преференциях для инвесторов. Модератор Мидер Маселов, начальник управления администрирования СЭС «Астана-Новый город». Позвольте мне представить спикеров данного пленарного заседания. Во-первых, председатель правления АО «Казахстанский центр государственного частного партнерства» Жамар Табиесов. Казахстан остается и будет оставаться безопасной гаванью для инвесторов, даже если шторм мирового экономического океана будет достигать 10 баллов. На это нацелена вся политика президента нашей страны, на это направлены все инициативы государственных частных партнерств в Казахстане. Российский эксперт Виталий Максимов – специалист в области разработки теории по партнерству государства и бизнеса. Он считает, что в мегаполисе необходимо модернизировать в первую очередь транспортную инфраструктуру и жилищно-коммунальное хозяйство. Мы с вами одинаково смотрим на то, что государственное частное партнерство в ближайшее время не будет им никаких альтернатив в сфере развития. И те тенденции, которые я сегодня слышу, вижу в Казахстане о том, что и законодательство меняется, и есть намерение активно приглашать инвесторов, и то, насколько представительный сегодняшний форум, все это сигнализирует о том, что вы и мы идем верным путем. Тахар Саих, представитель французской компании Винчи Construction Grades Projects, отметил готовность сотрудничества в рамках подготовки к проведению Экспо-2017. Сейчас в Астане возникла необходимость строительства помещений для паркинга. По достигнутой договоренности, компания Винчи построит в Астане 7 многоярусных паркингов. Все они расположены на левобережье. Также было отмечено, что до конца текущего года будет разработана документация на 4 паркинга на основе государственно-частного партнерства. В рамках форума прошла выставка пилотных проектов. Ее организатор – Акимат Астаны совместно с компанией Astana Innovations. Казахстанским и зарубежным инвесторам были представлены наиболее перспективные высокотехнологические проекты, готовых к внедрению. В рамках форума была проведена и презентация Астаны как место проведения международной специализированной выставки Экспо-2017. В тематическом заседании модератором выступил Кахарман Джазин, директор ТОО «Дирекция по подготовке и проведению Экспо-2017». Он проинформировал о территории комплекса Экспо-2017. Ее площадь свыше 100 гектаров и выставка будет представлена в 97 павильонах. В выступлениях исполнительного директора Агентства по подготовке и проведению крупномасштабных мероприятий Андреса фон Шумана было отмечено, что выставка Экспо превратится в визитную карточку Астаны. Его поддержали исполнительный директор Центра развития умных городов компании Эрнс Йонг, глава Ассоциации iCanada Билл Хэтчессон и вице-президент компании Росрока групп Сальвадор Рокки. Они уверены, выставка Экспо-2017 представляет Астане и Казахстану уникальные возможности стать лидером в регионе по внедрению зеленой технологии и явится мощным стимулом преобразования и развития столицы. Спикер данного заседания, адмирал Умарова, заместитель председателя правления по стратегии международным отношениям акционерного общества национальной компании Астана Экспо-2017. По ее мнению, выставка привлечет бизнес-сообщества и туристов из многих стран мира и будет способствовать развитию туристической отрасли. Проведение Экспо придаст импульс широкому увеличению инвестиций и улучшению инвестиционного климата и имиджа страны. Выставка позволит привлечь значительные частные инвестиции в сферу транспорта, туризма, строительства, торговли и многих других услуг. Одновременно это величайшая возможность для нашей страны получить новые энергетические зеленые технологии для реализации зеленых проектов. По итогам Астана Инвест-2013 состоялось подписание официальных документов и организация деловых переговоров среди участников. Нгуэн Тхань Хунг, инвестор из Вьетнама, его компания «Совико» инвестирует в строительство мини-городка. Его площадь составит 100 гектаров земли. Мегаполис хотят вкладывать капитал и отечественные инвесторы. Подписано 10 меморандумов на общую сумму 1,5 млрд долларов США. Это проекты как по строительству заводов, так и в области застройки новой административной части города. Если смотреть через призму реализуемой программы государственного форсированного индустриально-инновационного развития, то сейчас инвесторы идут в область производства. Интересная реализация проекта в сфере строительства дорожной инфраструктуры, в сфере развития транспортной инфраструктуры, в сфере строительства тех же паркингов. Мы сейчас начинаем реализовывать проекты по схеме ГЧП. Были предложены несколько больниц, детских садов, паркингов, строительство так называемой БРТ, это отдельные полосы для движения общественного транспорта. Все это вызывает интерес определенный у инвесторов. В форуме приняли участие более 500 делегатов из 14 стран. Гости посетили индустриальный парк столицы. Его площадь составляет более 600 гектаров. Здесь реализовано и заявлено к реализации 46 проектов с объемом инвестиций до полутора миллиарда долларов США. Среди них выпуск локомотивов General Electric, пассажирских вагонов Тальгу, электровозов Алстом, вертолетов и Еврокоптеров. В прошлом году площадь парка увеличена еще на 450 гектаров. Участники форума познакомились уже с запущенными проектами, в числе которых завод по сборке локомотивов акционерного общества «Локомотив Кролл Струзаота». По технологии серии «Эволюшн» американской компании General Electric ожидается, что данный проект сможет удовлетворить потребности всей железнодорожной отрасли Казахстана. Во время экскурсии инвесторы заинтересовались и будущими проектами. Особенно в сфере строительной индустрии. Это производство металлических, железобетонных и деревянных конструкций, сухих смесей, добавок, антикоррозийных и огнеупорных покрытий. Интерес есть, дальше будут инвестиции.